Игры, совмещающие несколько жанров, воспринимаются уже как должны. То же можно сказать и об играх, выходящих на нескольких платформах одновременно. Обычно дело ограничивается парой тройкой самых популярных, и не часто нас балуют проектами, выходящими буквально на всех сразу, причём с возможностью играть друг против друга. Телефоны против консолей, компьютеры против планшетов, и снова жанровая смесь из ролевой игры, боевика и Tower Defense. Интересно, почему в последнее время она становится столь популярной? Издавна Этерния славилась своими воинами, и на протяжении веков не угасали сражения против древнего зла, известного в этой мире как The World Wands. Однажды силы Дебрат таки одержали победу. Повергли древних на колени и заточили магические кристаллы. Кристаллам, разумеется, приставили охрану, но прошли века, сменились поколения, и старикам пришлось составить кристаллы на попечение молодёжи. Суть происходящего в игре как раз сводится к защите кристаллов от ордтёмных сил. Но так как уровни большие и запутанные, и даже полноценной команде, не говоря уж об одиночках, все проходы перекрыть не удастся, на помощь придут всяческие приспособления, расставляемые в ключевых точках, способные, если не убить, то хотя бы замедлить нападающих. Графика 5 баллов. Графика выполнена в каком-то мультяшном стиле, который радует глаз. Всё выглядит очень плавно, здорово и цветасто, но в то же время не слишком приедается. Минплей 5 баллов. Игроку придётся метаться между башнями, ловушками и прорвавшимися монстрами, чтобы сохранить свой кристалл в целости. На выбор нам предложат шестерых персонажей, а именно, это маг, натянув остроконечную шляпу, которая по самый подбородок поливает всё вокруг смертоносными заклинаниями. Его основная роль – нанести максимум урона за единицу времени. Закованный с головы до пояса в броню оруженосец, способен баррикадировать проходы собственной широкой грудью, становясь живой стеной на пути надвигающейся армии. А чтобы та продвигалась как можно медленнее, в идеале вообще не доходило, рыцарю поможет охотница, мастерски обращающаяся с разнообразными ловушками. В группе поддержки выступает монах, способный не только вдохнуть новые силы у раненых союзников, но самолично настучать врагам по маковкам тяжёлой Арясиной. В будущем к правой четвёрке присоединится ещё и шут с призывателем, но об их способностях на данный момент ничего не известно. Как какие выводы можно сделать, разве что из имён? Первый, очевидно, будет повышать боевой дух воинства, а второй путешествует в кампании призванных существ. В начале игры под нашим контролем окажется ещё совсем молодой герой, но пройдя свойсягонь, шипы и толпы врагов, он не только наберётся опыта, но и разживётся дополнительным снаряжением. И если оно, к примеру, не подходит ему под цвет глаз, волос или нижнего белья, можно будет просто сбагрить ловко, вернее, другим не столь удачимым защитникам. А разнообразие предметов очень обильное. Помимо того, что разработчики сами будут подбрасывать новое снаряжение, они также собираются опубликовать открытый исходный код. Так что у любителей лично поковыряться во внутренностях игры, будет возможность изменить её до невызнаваемости. Впрочем, главное, что выделяет Dungeon Defenders из общего ряда, это сетевой режим. Оборонять крепость и кристаллы можно будет как вдвоём, за одним монитором в режиме сплит-скрин, так и собрав в интернете команду из четырёх человек. При этом в одну и ту же игру смогут зайти пользователи iOS, Android, PlayStation 3 и ПК и сыграть друг с другом. Одни только обладатели Xbox 360 окажутся за бортом из-за странной политики Microsoft относительно кросспортформенных игр. На моей памяти это единственная игра, которая сначала вышла на мобильные операционные системы, а только потом на PC, и я считаю, что её непримерно стоит приобрести. С вами был Голиник Джонс, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok